Рязань! 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 Рязань ВДВ играют три спортсменки из женской сборной России. Одна из них – Елена Данилова, нападающая, лучший бомбардир 2005-2006 годов. Две другие – Надежда Колтакова, полузащитник, и Анна Беломыцева, защитник. Шведскому Русенгорду тоже есть чем похвастаться. В его составе играет одна из самых титулованных футболисток Европы Анна Митак, центральный нападающий. Она выиграла практически все награды, которые, возможно, на клубном и национальном уровнях. Эту игру можно смело назвать противостоянием сильнейших, поэтому увидеть это зрелище пришли сотни болельщиков. Поддерживают игроков и председатель Рязанской областной думы Аркадий Фомин, заместитель председателя правительства Рязанской области Лариса Крахалева, а также министр физической культуры и спорта региона Сергей Кряников. Фанатский сектор не омолкает. То и дело раздаются кричалки, песни, а в поддержку футболисток повесили большой баннер с надписью «За кубком». Юная участница Рязань ВДВ Лиза Лазарева рассказала, что сейчас команда выполняет все установки тренера. В целом мы выполняем установку тренера, играем на быстрых атаках, не даем обыгрывать себя. Опасных моментов за первый тайм создавалось достаточно. Практически каждые несколько минут болельщики задерживали дыхание и смотрели за исходом новой атаки. Напряженная игра никого не оставила равнодушным. Игроки падали и снова поднимались. Травмы не свалили никого. Первый тайм закончился со счетом 0-0. Один из болельщиков, тренер-креподаватель по футболу, прокомментировал исход первого тайма. Игра смотрится напряженно, с небольшим территориальным преимуществом наших гостей. Но наша команда выглядит достойно, позже создает моменты. И я думаю, основная борьба еще развернется в втором тайме. С началом второго тайма счет на таблоне менялся на протяжении практически 45 минут. На последних секундах игры шведский Русенгорд прорвал оборону Рязанок и забил свой первый гол. На то, чтобы отыграться, у Рязань ВДВ оставались считанные минуты добавленного времени. После финального свистка судьи счет матча остался неизменным. Правда, опускать руки еще рано. Как сказал тренер региональной команды Константин Климашин, нам по силам обыграть шведский клуб. И 26 сентября состоится ответный матч в городе Мальмео, где рязанки смогут показать свои силы. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».